Госдума рассматривает законопроект о запрете упоминать в СМИ национальности вероисповедания преступников. По мнению авторов инициативы, подобная информация формирует негативное отношение ко всей этнической группе и может привести к разжиганию межнациональной розни. Это подтверждают и специалисты в области права. Когда такая информация проходит, из трёх один раз точно начинаются какие-то межнациональные волнения. То есть, начинают противная сторона, ну, этническая, хотя это никакая не противная, честно говоря. Это мы все граждане одной страны, там, собираться, устраивать вендетту, назначают какие-то встречи на улицах. От этого, кстати говоря, наши правоохранительные органы, так скажем, стоят на ушах, да, там, 2-3 дня для того, чтобы не допустить массовые вот эти, там, потасовки, драки и беспорядки. И это же налицо, то есть, это случается практически каждый раз. Идея вызвала широкое обсуждение в обществе, тем более, что с проблемой ксенофобии сейчас активно борются в интернете. Ежегодно в Самарской области фиксируют и блокируют до тысячи экстремистских сайтов. Это давним-давно надо было сделать. У преступника, у преступлений нет национальностей. Кто бы ни был, это преступник. Осетин, я вот, допустим, осетин, русский, еврей, кто бы ни был, это должны относиться одинаково ко всем. Изменения хотят внести в четвертую статью федерального закона о средствах массовой информации и кодекс об административных правонарушениях. Однако, мнения специалистов разделились. На мой взгляд, любые запреты, которые раз за разом накладываются на СМИ, они вредят в принципе свободе слова. Опять же, давайте обратим внимание, что запретили. Запретили называть национальность. Но ведь никто, например, не запрещает журналисту написать «выходец из Дагестана» или «уроженец Чечни». Какого-то разжигания на самом деле не происходит, потому что журналист просто должен сообщить о преступнике ту информацию, которая ему известна. Ему известен пол преступника. Ну давайте тогда не будем, может быть, чтобы не разжигать гендерную ненависть, не будем пол указывать. Дальше давайте не будем указывать должность. Так мы и докатимся до того, что у нас СМИ вынуждены будут освещать любое событие, как имя Рек совершил преступление. На мой взгляд, когда мы живем уже в более таком открытом пространстве, когда мы изучаем иностранные языки и, в общем-то, быстро ассимилируемся, адаптируемся на территории иностранных государств, мне кажется, упоминание вот этнического происхождения, наверное, оно должно быть только с точки зрения культурологии, когда мы перенимаем друг у друга традиции, то есть эта мультикультурность, она, конечно же, только лишь повышает уровень правовой культуры и вообще качество жизни нации в данном случае. А если мы говорим это в негативном фоне, это форсирование того бытового национализма, который есть. И я, безусловно, за эту позицию. Я, в принципе, был очень рад, что на таком высоком уровне глава одного из наших регионов нашей страны выступил с такой инициативой, причем вот такой авторитетный человек. Комиссия Совета при Президенте России по правам человека в информационной сфере не одобрила законодательную инициативу. А в Совете Федерации сообщили, что документ требует серьезного общественного обсуждения. Однако идею поддержали, поскольку у преступника, цитата, «нет ни национальности, ни религии». Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, Максим Гусев. События.